В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Почти 13 миллиардов рублей потратят на дорожно-транспортную инфраструктуру Ленинского округа. В прошедший период было принято ряд очень важных стратегических решений. В Видновский перинатальный центр поступили новые приборы для выхаживания младенцев, рожденных раньше срока. Приготовлено шесть мест. Каждое место оснащено открытой реанимационной системой, где мы сделали укладки для новорожденных. В Сочи завершился пятый международный форум добровольцев. Тема форума добровольчества. И вот как раз с добровольчеством нужно работать в нашей стране прям усиленно. Почти 13 миллиардов рублей – таков объем капиталовложений в дорожно-транспортную сеть Ленинского округа. Об этом стало известно на встрече министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика с руководством муниципалитета и нашими жителями. О том, как изменятся дороги и развязки, маршруты и работы общественного транспорта, расскажем в нашем следующем сюжете. Встреча министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика с руководством муниципалитета депутатами, активными и неравнодушными жителями прошла в 11-й Винновской школе. Просторный зал полон. Настолько острая и животрепещущая тема визита. Дорожно-транспортная сеть Ленинского округа. Первым словом взял глава муниципалитета Валерий Венцель, который рассказал, что за 2019 год удалось продвинуться в решении некоторых резонансных вопросов. За прошедший период было принято ряд очень важных стратегических решений. Все мы с вами наблюдаем строительство. Это выезда 6-го микрорайона. Долгожданное. Мы понимаем, что это проект в первую очередь небюджетный. Застройщики строят нам дорогу, но почувствуем нашим руководством срок, который будет реально по вводу данной дороги. Это конец мая следующего года, когда мы увидим и остановочные павильоны, когда мы увидим и тротуары, и освещение. Но это не единственный дорожный проект в 6-м микрорайоне. Расширение дороги Калиновка-Ярмолина-Сопромова будет. И, соответственно, на круге ПЛК тоже будет проходить реконструкция. Это все в следующем году. То есть мы с вами, дорожную ситуацию для нашего микрорайона, она решится. Кипят строительные работы и на другом конце видного. В зеленых аллеях приступили к возведению дороги на трассу М4 Дон. Окончание запланировано на конец следующего года. Всего же в Ленинском округе более 30 строительных площадок. Бюджет 13 миллиардов рублей. Из них почти 10 уйдет на реконструкцию Каширского шоссе от МКАДа до Володарского шоссе. На встрече прозвучало немало вопросов касательно этого отрезка дороги. У нас самая большая проблема – это пересечение Володарского шоссе и Каширского шоссе. Мы там стоим 40-50 минут. Вот этот кусочек. Ситуацию прояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Там свои сложности, свои проблемы. Там газопроводы высокого давления. И вот у нас там еще есть проблемный момент с изъятием земельных участков у всем известного завхоза имени Владимира Ильича Ленина. Вот мы и спорим с последователем Владимира Ильича, что стоит. Вот они вот хотят как бы не тех денег, на которые у нас рассчитан проект. Вот когда там будет уже освобожденная площадка, мы приступим к строительству, собственно говоря, дороги и развязки. Но вот я так считаю, вот она Владимир сказала, там 22-23 год запуск движения. Это реально. Кроме того, реконструирует и Володарское шоссе. Благодаря увеличению до четырех полос его пропускная способность заметно увеличится. Общение продолжалось более трех часов. Была затронута и смежная тематика. Не менее острая работа общественного транспорта. Так, житель микрорайона Бутова парк 2 Владимир Цубка признается, что путь на автобусе или на маршрутке от его дома до бетро иногда смахивает на настоящий квест. Пока на конечной остановке не загрузится полный автобус, он не отъезжает. Соответственно, все пассажиры, которые находятся на следующих остановках, они просто физически не могут попасть в этот автобус. Этого не должно быть. И в час пик временной-временной интервал отправления автобуса должен быть сокращен. Самих транспортных средств достаточно или... Их нужно постоянно увеличивать, потому что все микрорайоны растут. Учитывая эту тенденцию, с января 2020 года в Московской области станет на 600 автобусов больше. Часть из них появится на дорогах Ленинского округа. И на этом работа с регулярными маршрутами не остановится. У нас задача пустить маршруты там, где хотят все жители. Я считаю, что надо провести как можно более полномасштабное голосование среди всех жителей, чтобы определить наиболее важные маршруты, которые целесообразно пустить в социальные. Подобные министерские визиты в наш муниципалитет планируется сделать регулярными. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно этого. В распоряжение врачей Видновского перинатального центра поступило несколько новых приборов. Все они предназначены для выхаживания младенцев, рожденных раньше срока, в том числе с экстремально низкой массой тела. Посмотрел на обновки и узнал подробности наш корреспондент Максим Козлов. Новое оборудование привезли недавно, но самое необходимое уже распаковано, настроено и вовсю работает. Над сборкой остального трудятся инженеры и врачи больницы. Заместитель главного врача Видновского перинатального центра Наталья Князева проводит экскурсию по обновленному отделению. Приготовлено шесть мест. Каждое место оснащено открытой реанимационной системой, где мы сделали укладки для новорожденных. Мамы у нас сами вяжут вот такие нам одеяльцы и дарят нашему отделению. Теперь здесь установлены так называемые СИПАП-аппараты, предназначенные для вентиляции легких новорожденных. У нас есть аппараты-дрэгеры. Мы получили новые в этом году четыре аппарата-дрэгеры с функцией высокочастотной вентиляции. Чем они хороши? Тем, что ребенок дышит сам, и мы только поддерживаем его собственное дыхание и создаем достаточно остаточный дыхательный объем, который способствует несклеиванию этих легких. Также у врачей появились современные аппараты со специальными датчиками, которые отслеживают важнейшие жизненные функции малышей. Два монитора, которые следят за важными функциями, за сатурацией, пульсом, температурой кожи, подключаются датчики, давление меряется, разнообразные манжетки по размерам к ним пришли. Также среди новинок инкубатор Кювес, предназначенный для поддержания нужной температуры тела новорожденных с нарушениями терморегуляции. Стойка для проведения ингаляции оксида азота и аппарат лечебной гипотермии. Гипотермия – это современный метод лечения детей, находящихся в тяжелой асфиксии. Раньше эти дети практически в стопроцентном случае становились инвалидами или мы их теряли. Благодаря современной методике гипотермии мы можем спасти этих детей. Видновский перинатальный центр является одним из ведущих родовспомогательных учреждений в стране, в том числе и по уровню оснащения современным оборудованием. С этого года у нас проводятся на базе второго корпуса детского выездные курсы, повышение квалификации детских врачей-реаниматологов со всей России. Новое оборудование станет хорошим подспорьем для врачей перинатального центра в деле спасения жизней маленьких пациентов. В следующем году в Видном пройдет большой спортивный праздник. Какой именно, узнаем у нашего гостя, президента спортивного клуба «Металлург» Валерия Нефантьева. Валерий Георгиевич, давайте раскроем интригу. Ну, интрига действительно серьезная, потому что на следующий год 55 лет городу в нашем юбилее, поэтому мы совместили, Международная Федерация доверила нам проведение 34-го чемпионата Европы по мотоболу. Насколько наш стадион готов к чемпионату? Может быть, какие-то улучшения будут производиться? Работы, кстати, много действительно, потому что вот так. Я думал, что в принципе у нас стадион соответствует межуронному уровню, что что касается мотобола. Но когда поближе посмотрели и подошли, то работы действительно очень много, а времени, к сожалению, очень мало. Что стадион требований современные такие, что нужны уже козырьки для зрителей. У нас на нашем стадионе, к сожалению, ни на одной из трибун этих козырьков нет. Нужно делать козырьки, нужно ремонтировать трибуны, потому что этим трибунам уже тоже почти 40 лет. И, конечно, соответствующий ремонт текущий надо делать, потому что безопасность зрителей это прежде всего. Менять нужно покрытие мотобольного поля. Мы последний раз его делили в 2006 году к чемпионату Европы тоже. Это прошло уже 13-14 лет будет покрытие мотобольного поля видеть надо. Ну и плюс пошел текущий ремонт всех помещений спортивного клуба «Металлург». Потому что форум действительно серьезный. Это самое серьезное соревнование по мотоболу чемпионата Европы. Чемпионата мира в мотоболе нет, только чемпионата Европы. Поэтому хотелось бы, мы проводили уже три чемпионата Европы. В 1992, в 1998 и в 2006 году. И проводили на очень достойном и серьезном уровне. И поэтому хотелось бы, конечно, чтобы четвертый чемпионат Европы прошел тоже на том же уровне, который планка уже в «Видном» поставлена высокая. На ваш взгляд, что этот чемпионат даст «Видному»? Ну, я надеюсь, конечно, такой значимый спортивный форум. Естественно, приедут много иностранных команд и туристов, и делегаций. Поэтому, конечно, я думаю, в город тоже будут сюда вложены инвестиции, чтобы подготовить, чтобы грязь лицом не ударить. Я думаю, что и у стадиона, и в городе будут проведены наверняка серьезные благоустроительные работы, чтобы город к чемпионату Европы подошел, как сказать, показал свое лицо, что мы не просто в мотобол играем, но еще и живем в хорошем, красивом городе. Наши спортсмены в какой они форме? Уже начали подготовку? Ну, учитывая то, что сборная команды России почти на 80% комплектуется на базе команды «Металлург», то, конечно, ответственность в подготовке сборной команды России ложится, конечно, на плечи «Металлурга». Я, кстати, не добавил, к счастью, ведь в эти же сроки чемпионата Европы среди взрослых будет проходить третье первенство Европы среди юношей. Это спортсмены с 12 до 18 лет. То есть мы долго бились, добивались, чтобы было не только взрослый чемпионат Европы, но и для юноши, чтобы была какая-то перспектива роста. Ну, конечно, не могу спросить, что ждете от этого события? Только победа? Ну, так повелось, что задача и «Металлурга», и сборная России, мы всегда играли только на победу. Как вот было с основания команды, как Павел Шигаевский в свое время сказал, что боремся только за первое место. Вот мы с тех пор боремся за первое место. Ну что ж, ждем ярких побед. Обязательно будем болеть за наших ребят. А я напомню, что у нас в гостях был президент спортивного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев. В дежурную часть УМВД России по Ленинскому району поступило заявление от местной жительницы о том, что около одного из домов деревни Тарычева неизвестный напал на потерпевшую и открыто похитил у нее мобильный телефон, после чего скрылся. Общая сумма материального ущерба – 6 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 28-летний уроженец Оренбургской области. По данному факту, следственным управлением возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Я Русаков Анатолий Юрьевич, родился 31 января 1991 года. За что вы задержали? Меня задержали по статье 161, часть 2, по-моему, ГАИ. При каких обстоятельствах вас задержали? Меня задержали при… За то, что я совершил данную статью, то есть отобрал телефон у ранее незнакомленной мне девочки в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранителями установлена причастность данного гражданина к совершению еще одного преступления – кражи велосипеда. Общая сумма ущерба – 10 тысяч рублей. Видновским городским судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Сочи завершился недельный марафон добра – международный форум добровольцев, который проходит уже в пятый раз. Славная традиция зародилась в год проведения зимних Олимпийских игр в России. С тех пор волонтеры встречаются, чтобы обменяться опытом, поделиться своими проектами и добром со всей страной. На форуме побывал и наш корреспондент. Подробнее расскажет Юлия Пагасьян. В России порядка 15 миллионов волонтеров, и это движение набирает обороты. Три года назад в нашей стране даже начали отмечать Всемирный день волонтеров. А форум добровольцев – своего рода подведение итогов работы, которую волонтеры проделали за год. Выражая добрую волю, безвозмездно, они приходят на помощь в самый сложный момент. Берутся за работу, которая кажется малозаметна, но так необходима нуждающимся людям. Форум добровольцев собрал около 7 тысяч волонтеров со всей России и за рубежа. Тема форума – добровольчество. И вот как раз таки добровольчеством нужно работать в нашей стране прям усиленно. Потому что эта тема нужная, но очень мало людей знают, как реально к ней подойти, чтобы быть профессионалом. Чтобы не просто быть добровольцем, потому что у тебя есть такая жилеточка, такой бэджик и так далее. А потому что человек может открыть свою душу, открыть свое сердце, его тянет на тему добра. Форум проходил в Сочи. Место было выбрано не случайно. Пять лет назад здесь состоялись зимние Олимпийские игры и впервые была озвучена тема массового волонтерского движения. Сегодня город-курорт считается не только спортивной столицей, но и родиной добровольцев. Дискуссионные площадки расположились в главном медиа-центре, в сердце Олимпийской деревни. Более ста волонтерских организаций и фондов выставили свои стенды, где проходили лекции и мастер-классы. Стенд Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Дискуссионные площадки Дискуссионные площадки Дискуссионные площадки У нас очень многое впереди и еще большое количество добрых дел, которые мы должны сделать. Настоящим подарком для участников стал визит президента России Владимира Путина. Он наградил волонтера года. Им стала Инесса Клюкина из Казани, которая уже три года успешно реализует проект творческой инклюзивной студии «Эмоция». Мне всегда, хочу это подчеркнуть, всегда доставляет особое удовольствие общаться с вами. И скажу почему. Потому что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится не ко мне. Праздничный концерт продолжился выступлениями популярных российских исполнителей. После пяти активных дней форума добровольцы России отдохнули под зажигательные песни артистов. Юлия Погосяна, Ирина Кошлева, Видное ТВ. В Развилковской библиотеке прошел праздник, посвященный Дню воинской славы. На нем побывала и наша съемочная группа. Подробности у Арсения Рогозянского. Зал Развилковской библиотеки студенты колледжа «Московия» заполнили до отказа. Ребята готовились узнать от старших о подвиге своих односельчан. Это очень важно, чтобы напоминать о наших героях войны, чтобы их не забывали. История Игоря Борисова, на первый взгляд, кажется невероятной. Его дед командовал ротой в самом высокогорном сражении Великой Отечественной войны. В битве за Эльбрус солдаты лейтенанта Григориянца в неравном бою преградили наступление немецкой армии. А также выиграли время для эвакуации местного населения. Я в Министерство обороны к ним обратился. Они нашли личную карточку деда, нашли наградную листь. Это был Орден Красной Звезды. Мой дед был награжден посмертно за бой на Эльбрусе по Ордену Красной Звезды. Я его нашел, я его получил и теперь он хранится в моей семье. Сам Игорь Борисов – участник войны в Афганистане. Будучи солдатом, он решил в подробностях узнать судьбу деда. Несколько лет назад он услышал от родственников, что про битву за Эльбрус сняли документальный фильм. Я всегда думал о том, что я найду. Найду его, найду этот бой, как погиб, я знал об этом. И, наверное, мысли материализуются, вот они материализовались, вот этот фильм. Поводом для сегодняшней встречи стало 78-летие со дня начала контрнаступления советских войск. 5 декабря 1941 года они разбили ударные группы немецкой армии. В битве под Москвой принимали участие и жители развилки. Более 10 из них награждены медалями. Мы должны это сохранить у себя, передавать это своим детям, передавать внукам. А ребята, которые сейчас, молодое поколение, должны своим детям, внукам, правнукам. Мы никогда не должны забыть эту войну. Глава сельского поселения Развилковская Марина Комардина рассказала об истории своего отца. Те события, о которых мы говорим сегодня, они для вас очень далекие, но, наверное, и для меня тоже. Но мой отец воевал, и как бы я являюсь дочерью человека, который прошел войну. И с глубоким уважением, с глубоким почтением отношусь к поколению победителей. Оно и есть поколение победителей. Для вас это деды, прадеды, ваши дяди, тети, возможно. Самые юные участники встречи тоже знают героическую историю своих предков. Прадед Полина Голомазовый сражался на Курской дуге. Девушка с теплом вспоминает рассказы родителей о нем. Надо ценить и уважать то, что наши предки, бабушки, дедушки делали для вас. Потому что мы живем в мире только благодаря им. Участники встречи потомки победителей в Великой Отечественной войне. Три собравшихся поколения подтвердили важный постулат. Подвиги героев живы, пока о них помнят. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова